Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Роман Шкудер «Сделки недели». Роман, добрый день! Здравствуйте, Игорь. Давно с вами не виделись. Три недели назад, поэтому будем рассматривать сделки за три недели. Но на самом деле я бы хотел сказать, что рынок сейчас не очень хорошо ходит, скажем так. То есть стал немного сложнее, то есть поменял свое поведение, поэтому сейчас делов действительно очень мало. И стараемся открывать только сделки активных уровней. Сейчас мы начнем рассматривать сделки. И начнем мы еще с 26 сентября. Там два дня только были торговые, поэтому мы посмотрим, где сделки. Точнее месяц назад. Не сильно актуально, да, но посмотрим, так как сделок немного, и я думаю, всем будет также интересно. Что мы видим на данном графике? У нас был уровень по-быстрому 13850. Как мы видим, уровень перешел с часовика, отрабатывался достаточно много и удерживал инструмент от дальнейшего снижения. Но в начале дня мы увидели пробой с импульсом низ, с обратным ретестом зоны 13850. Сиделка как раз открывался от этой зоны. Стоп был спрятан за уровень 13860. Видите, в моменте инструмент вроде бы как бы хотел идти вниз, ничего не держало его на дневном графике. Первая цель движения была сгоном где-то 13500. Мы увидим, что инструмент выкупили и вынесли сделку по стопу. Не пошел он. Далее. 27 сентября. 27 сентября. И первая сделка у нас по нефти. По нефти от зоны сильного также уровня 47 долларов. Уровень также часовика, посмотрите, отрабатывался неоднократно. При пробое мы видим, инструмент открылся как раз ниже уровня и начал удерживать его. И вход, кстати, здесь, в первый час. Можно открываться в первый час, если инструмент удерживает уровень прошлого дня. То есть открывается и вот мы видим, как здесь стоит возле этой зоны, либо сверху, либо снизу. Мы можем посмотреть, куда у нас идет направление. На окночье мы стояли снизу. Сделка открывалась по уровню 47. Средняя цена входа была 46.98. Стоп 15 пунктов. Не нужно было его прятать очень далеко. Вот за этот инсолидант. Немножко лучше. То есть 15 пунктов. И цели. 46.59, 46.19, 46.01 и 45.80. Один. Мы видим, вот, потенциал был определен как раз в зону 45.80. Приблизительно. И мы видим, сделка отлично отработала. Все тайки были исполнены. Следующая сделка у нас по Сбербанку. Также видим уровень часового таймфрейма в зоне 15.100. И вот красный инструмент начал закрепляться ниже. Мы видели открытие выше, удержание зоны выше уровня с дальнейшим пробитием и ретестом зоны зеркального уровня в зоне 15.100. Видимо, открывалась сделка по цене 15.096. Стоп был 28 пунктов. Стрятан за вот эти лобные пробои немножко лучше. И мы видим, что сделка закрыта по 100 пунктов. Здесь модель не отработала. Хотя сделка была сделана правильно. Далее. Перейдем уже к октябрь. И начнем мы сразу с 12-го числа. Так вот первые неделю я не торговал. А с футболом. И мы начнем сейчас с нефти. Что мы видим по нефти? Зона поддержки у нас есть уровень 51.80 действительно там зона. Инструмент открылся в этой зоне, сходил немножко выше и начал опять ретест в зону 52.80. Открывалась сделка по 52.81. Стоп был 52.65. Пятый уровень. Потенциал определялся в зоне 53.50. 53.60. То есть у нас потенциал сохранялся в районе 80 пунктов. Стоп был 15. То есть 5 к 1 можно было спокойно открывать позицию. И цели как раз были 3-4-5 к 1 определены. И мы видим, что сделка не отработала и уровень немножко начали распиливать. Потом стали, посмотрите, ниже и сходили немного, порядка 60 пунктов, где-то 60 пунктов. Немного не сходило в этот день, мы видим. И уровень был распилен. Далее, перейдем к следующей сделке у нас по РТС. И сделка по фону зеркального уровня 100.500 пунктов. Мы видим, что в предыдущий день этот уровень себя отрабатывал. Мы увидели достаточно сильное движение вверх, порядка 1500 пунктов. В следующий день отказ 5-й зеркаливания мы видим. Один раз мы ретестили его. И еще раз на РТС я открывал длинную позицию. Средней ценой 100.660. Стоп был 210 пунктов. И цели определены в зоне 100-102 тысяч. То есть, частями представляли цели 3-4-5-6 к 1. Видим, что сделка не отработала и была закрыта просто плотно. Но момент не хотел идти выше. Хотя, в принципе, все смотрелось на продолжение движения вверх. Так как под ней мы видели закрытие раз выше зоны 101 тысячи, там, 400 пунктов. По демографике мы здесь видим, вот у нас это сейчас. И все смотрелось на продолжение движения. Но, как это часто бывает, мы видели, да, импульсное движение закрытия выше уровня. На демографике по следующим откатам вниз. То есть, просто всех засидили. В данном случае. Но этого знать наперед нельзя. То есть, это можно было посмотреть. Мы видели пост-пактум. Далее. Следующая сделка. По паре доллар-рубль. Обгоны. 65-63-500. Мы видели, этот уровень отрабатывался два предыдущих дня. Посмотрите. Сложным пробоем. Отличные были входы. Здесь. И вот мы видим, в этот день также протестировали. Открывал двумя частями. Один раз на первый ретест. Второй раз еще раз подошли к этой же зоне. Средняя цена была 64-458. Стоп. Стрятан за вот этот ложный пробой. Предыдущего дня. Порядка там получилось 113 пунктов вход. Цели были выставлены в зоне, частями, в зоне поддержки. 62-900. То есть, запас входа у нас был порядка 500 пунктов. На стоп. 100. Кто там 113 пунктов, где-то кто-то 5 к 1 у нас сохранял. Какой запас входа. Мы видим, сделка не отработала. Пробили уровень. И входили выше. В зоне там 64-х тысяч. Так, видите, все три сделки в этот день были закрыты по стопу. Такое также бывает. Поэтому нельзя избежать. Одна сделка была сделана по паре доллар-рубль 14 октября. Это у нас было пятница. Возвращение в понедельник. Что мы видим в данном случае? Мы начали тестировать снизу зону. Уже в этом случае зону сопротивления, которая также есть в числовом графике. 64 тысяч. Там 63-950. 64 тысяч. Как раз сделка также открывалась. Посмотрите, первый час торгов. Открытие вниз. Закрытие под уровнем. То есть, ретест его снизу от зеркального. Вход был по цене 63-936. Стоп спрятан за хайня. В этом случае мы видим, что подвоил стоп спрятан за хайня. Это где-то порядка 100 пунктов. И цели определены в зону также 60. Продежащей поддержки. Зону 63-560. То есть, порядка 500 пунктов. 5 к 1 у нас охранялка. Мы видим, что инструмент целый день стоял. И пришлось закрыть сделку поблизу пунктов. Небольшой плюс. В конце торгов у нас запаса прибыли. Запаса прибыли наконец-то не было. Поэтому сделку до фуру оставлять овернайт нельзя было. Потому что в случае депо-открытия в другую сторону, в данном случае вверх, можно было получить просто 2-3 топ в одной сделке. Поэтому сделка закрылась в конце дня поблизу пунктов. Не отработала так же модель. Перейдем дальше. И на прошлой неделе одна сделка по золоту была всего. Не сильно активно, как я говорил уже ранее, не сильно активно торговал. Поэтому можно посмотреть эту сделку по золоту от уровня 12274. Мы видим на числом графике он себя отрабатывал. Потенциал у нас охранялся. Я предполагал зону 1300 пунктов. Так как, посмотрите, мы стояли на демографике порядка 6 дней после сильного снижения в них. Снижение у нас было от зоны 1350. Зона 1250, то есть 100 долларов. Подразительно где-то на откат можно рассчитывать 3-35%. Это порядка 35 долларов. Где-то я рассчитывал как раз в зону 1290-1300 будет откат. Но мы увидели, что инструмент не пошел. Пошел в начале, видите, да? То есть ходил там порядка 5 долларов. Но в данном случае был 2 доллара на этой сделке. Поэтому сделка не закрылась по первому тейпу. Видите, мы сходили обратно вниз и выбили по 100. Выбили по 100, и инструмент не шел уже выше данного уровня. Хотя посмотрел окно, посмотрите, удержание было почти целый день. Данного, ну, предыдущий день имею в виду не тестирование, но и не в этот же день. То есть мы стояли на часовом таймфрейме порядка 6 часов. Поэтому я рассчитывал на движение хотя бы 20 долларов по золоту. Но инструмент поделал всего 5 долларов. Мы увидели и обратное движение вниз. Выбило по стопу и стали уже под уровнем. Поэтому сделка дальше здесь была. Ну что ж, мы посмотрели. Сделки, Игорь. У вас, Роман, я вернулся. Ну что, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы Роману. По прошедшим сделкам. Можно, кстати, по рынку тоже вопросы позадавать. Мы давно не виделись. Роман, что у вас сейчас в моменте открыто? Какие сделки? Игорь, на самом деле ничего не открыто. Потому что у нас, ну не у нас проблема с платформой, у брокера. Поэтому она не открывает графики. И мы пока сделки не открывали. То есть мы не можем в такую форму посмотреть графики и посмотреть тысячи сплат. Понял. А кто косячит сегодня? Брокер косячит. Я понял. Называть не хотите, не надо. Ладно. Мы будем запортили. Хорошо. Я думаю, надеюсь, они поправятся. Они же вечно не могут косячить. Правильно. Хорошо. Роман, на этой недельке, что, какие темы видите наиболее интересные? На что сегодня с утра сами смотрели? Ну, рынок, я говорю, сейчас не прям легкий. Поэтому нужно смотреть, конечно же, в первую очередь на нефть. Если нефть будет идти вверх, сильно расти, либо сильно падать, да, можно будет рассматривать, будет далее ситуацию по нефти. Но сейчас я, к сожалению, не могу посмотреть графики и вам рассказать, что можно посмотреть ситуацию. Также Игорь хотел бы воспользоваться учебник и сказать, что сегодня мы начинаем профессиональный курс обучения с официальной студентка. Мы немножко его доработали, сделали короче, но более интенсивно. То есть домашними заданиями и кто еще не спел записаться, вот еще укидываю в чат. Места еще есть. Сегодня мы начинаем выплатывать на ноль вон в московском рынке. Хорошо, хорошо. Поняли? По поводу ситуации, да, Игорь, я бы в первую очередь смотрел бы на нефть. Как она себя будет вести, уже отталкивать, устроить свою стратегию. Работа на ту неделю можно, смотря на нефть. Ну вот я смотрю, сейчас доллар-рубль там укрепляется, да, то есть нет, может еще пойти выше. Будем смотреть. Сейчас вот мы закрылись, я знаю, там есть уровень у нас в зоне 53-50, да, нужно смотреть, как он себя будет вести в одинном графике, где он уже отталкивается и использует стратегию красный ворк в нефть. Ясненько. Поняли вас, Роман? Спасибо вам большое за сегодняшний обзор ответа на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на этой неделе. Спасибо, Игорь, вам также хорошего настроения. Всем ребятам желаю прибыльных и хороших сделок. И увидимся с вами на следующей неделе. Да, договорились. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует. До свидания. До свидания. До свидания. 그런 свидания. Biца. contaông �anch on cela будем смотреть к словам.